Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Левит. И сегодня мы будем читать 22 главу этой книги. В этой главе Господь обучает священников надлежащему обращению жертвами. И Он показывает, кто может совершать служение, кто не может совершать служение. Например, 4 стих и ниже уточняется, кто из семени Аронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечистым, или к человеку, от которого он сделается нечистым, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшись к всему, нечист будет до вечера и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища». Вот этот седьмой стих 22 главы книги Левит, это христологический текст. Вот здесь говорится, что очищение происходит каждого, когда зайдет солнце, и он очистится. Имеется в виду, очистится весь этот мир. Потому что с точки зрения логики объяснить, вот человек осквернился, сказано, что он должен омыться. Вот солнце зайдет, и он чист. А как это вообще? Соотносится. Причем тут солнце? Почему после захода солнца мы становимся чистыми? Какое объяснение? Объяснение то, что когда Христос умер на кресте, солнце скрылось, Христос перед смертью говорит, свершилось, то есть свершилось очищение всего мира. А так как в ветхозаветные времена люди жили вот этими образами, которые указывали на первый образ, прежде всего на Христа, вот это была та реальность, которую они переживали, о которой мы, христиане, знаем. Что действительно мир очищается, когда смерть Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, своей мертвостью он оживляет нас. Как сказано, где будет труп, там соберутся орлы, то есть народ Божий воспарил к небесам, когда Сын Божий умирает за наши грехи и наши преступления и своей кровью очищает от всякого греха. С 1 по 13 стих 22 главы здесь говорится о тех, кто может, кто не может совершать служение. Эти темы повторяются в других главах, которые мы уже изучали. Мы обратим внимание на 14 стих. «Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю». Имеется в виду, он делает приношение, которое равносильно тому, что он съел, и прикладывает к ней пятую ее долю. Блаженный Иероним объясняет. Сказано, что если человек по ошибке вкусит что-нибудь из святыни, то беззаконный проступок вменяется ему в вину, и он обязан принести обретенные приношения. То есть что-то эквивалентное. Так и апостол убеждает приступать к Евхаристии Господней с осторожностью, чтобы не приступили мы в осуждение и в суд. Если осуждается в законе неведение, то уж тем более в Евангелии умысел. То есть речь идет о том, что кто-то совершает ошибку, а другое дело, кто-то имеет умысел осквернять святыню. Это же совершенно разные вещи. Я знал молодого человека, ему было лет, наверное, 13-14. Он приходил в церковь и причащался. А когда я его пригласил на занятия для молодежи, я спросил, а где вы были крещены? Он сказал, что он вообще не крещен. Но он регулярно ходил в храм, причащался. Он это делал не по умыслу, он это делал по ошибке. Он не знал, что человек должен быть обязательно крещен. Я спросил его, получал ли он духовную радость от причастия. Он сказал, да. И мы это видели. Мы видели слезы на его глазах, какое-то одухотворение всегда было. Потому что ошибка – это ошибка. И в Библии незнание закона освобождает человека от ответственности за нарушение этого закона, о котором он не знал. И он совершает преступление по ошибке. В миру все наоборот. В миру незнание закона не освобождает от ответственности перед этим законом. Но в церкви господствует милостивое отношение одних верующих к другим. И далее мы читаем. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу. Что значит порочить? То есть отзываться легкомысленно о святыне. или совершать какие-то деяния непозволительные. Или не придерживаться принципа ритуальной чистоты. Однажды я наблюдал такую картину, как причащали где-то восьмилетнего мальчика. И ему отец Диакон стал объяснять. Этот мальчик спрашивал, а что там? Что там? И Диакон говорит, там медок, мед. Покушай немножко меда. Я помню, как пожилой настоятель это услышал, он потом выговаривал Диакону в алтаре. Какой это тебе медок? Это истинное тело, истинная кровь Иисуса Христа. И если ребенок не понимает этого, ему нельзя даже причащаться. Если он там спрашивает, а что там надо, остановить, может быть, причастие, объяснить ему, и тогда пусть он приступает, потому что он уже в возрасте, когда он может понимать и иметь религиозное рассуждение. Поэтому со священников спрашивается очень строго. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступления, когда будут есть святыни свои, ибо я, Господь, освящающий их. Да, Господь освящает их, даже если они ошибутся, и какая-то нечистота будет, но они-то со своей стороны должны делать все, чтобы поступать правильно. Как отец Павел Флоренский говорил, что вся разруха в современной церковной жизни отне внимания к культу. Я часто вспоминаю эти слова, но в них глубокий смысл. И далее. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израилетянами, по обету ли какому, или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы с ним приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретает вам благоволение». Вот очень интересное объяснение дает Авва Исаия. «Повелевается ему прежде принесение в жертву рассмотреть приносимое, чтобы не умереть, потому что демоны примешивают к нашему добру свою злобу, прикрыв ее оправдание. Смертью для ума служит то, когда он не зайдет с высоты духовного разума в помышления, предлагаемые демонами помышления и покориться им, последствием повиновения демонской правде и их помыслом будет осквернение чувств». То есть речь идет о том, что человек по обету приносит жертву или усердие. Любое наше добро, бесы хотят примешать к нему некую нечистоту. О чем речь? Это очень важный вопрос. Если мы проведем ревизию всех наших добрых дел, то мы увидим в них очень много даже поручного. Человек может делать добрые дела для того, чтобы похвастаться перед другими людьми, что он вообще способен на такое. Человек может делать добрые дела, не хвастаясь перед другими людьми, но хвастаться перед самим собою. Вот я способен на это, а другие не способны на это. Поэтому Алексей Ильич Иосифов часто вспоминает, что святые каялись в своих добродетелях. Потому что, как вот Ава Исаия пишет, что бесы, они примешивают к нашему добру свою злобу. И то, что выглядит как праведность, иногда является желанием выглядеть лучше, чем другие люди. Показная праведность такая, человеческая, но на самом деле, как у Исаии и пророка сказано, ваша праведность как запачканная одежда. Поэтому любое доброе деяние, которое мы совершаем, особенно во славу Господа, мы должны рассмотреть, а какая мотивация у нас, чтобы ничего дурного не совершить. И далее мы читаем с 21 по 22 стих. Здесь сказано, если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию или в праздничные дни, из крупного скота или из мелкого, то жертву должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу, никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу и в жертву не давайте их на жертвенник Господен. Феодорит Кирский пишет, поэтому и в жертву приносить повелевает Бог животных с неповрежденными членами, приносимым, вразумляя приносящих, чтобы они здравыми имели деятельные силы души. Кто-то может спросить, а почему вот эти жертвы приносили именно из животных? Может быть, это призыв нам укращать свои животные страсти, гостить животные позывы, совершая служение перед Богом, как бы умерщвлять животное начало в себе ради духовного. Понимание отцов человек это среднее между небом и землей, потому что в человеке есть то, что от земли, это прах земной, из которого он создан, и в человеке есть то, что от Бога с небес, это то, что Господь вдохнул в человека при его сотворении. Как сказано и создал Господь Бог, человек из праха земного и вдумал в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой. С другой стороны, человек это среднее между ангелом и животным, поэтому в зависимости от того, отказываемся ли мы от животного, от интересов заземленных во имя горних небесных, небесных интересов, от этого многое может зависеть. тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это неугодно будет Богу. То есть из усердия человеку разрешается принести что-то не очень совершенное из жертв, но если он дал обет торжественный Богу или он делает что-то по эпитимии, он должен со всяческим вниманием все это делать. Ефрем Сирин пишет, телец или овца, у которых урезано ухо, суть образ ненавистного непослушания или бесхвостну, это образ человека, который всегда готов спорить и привык лукавить. А почему бесхвостная это склонность к лукавству, потому что хвост для животного обеспечивает равновесие. Вот смотрите, как кошка в одну сторону, а хвост движения идет в противоположную сторону. А бесхвостная это когда человек все время уклоняется от путей истины. Таким образом, вот эти образы, примеры, они научают нас подлинной христианской жизни. Они меньше рассказывают о козлах, тельцах, баранах, а больше о тех состояниях, которые мы переживаем, как христиане. животного, у которого ядра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. Это 24 стих 22 главы и посмотрим, какое у нас есть объяснение. Это опять же Ефрем Сирин. Это человек, который привык в душе своей утаивать добродетель и лишает ее плодотворности, не делая доброго, ибо те, у которых сокрушены ядра, не могут рождать детей по установленному Богом закону. и изрезано, то есть как-то это животное с оторванным, с вырезанным, Ефрем Сирин объясняет, это скопец и означает человека, который отринул и изверг из себя плодотворность учения и духовного делания, возлюбил же праздную жизнь и туриятство, то есть он не способен рождать добрые дела, он уклоняется от исполнения заповеди, в том числе заповеди плодитесь и размножайтесь. Есть раздавленные ядра, Ефрем Сирин пишет, это человек, который повредил в себе начало порождения мыслей правых и добрых, и когда исходит наделание, не имеет сил привести в исполнение предпринятое, этого и не совершает этого самим делом. Таким образом, Писание, касаясь таких вопросов, казалось бы, чисто зологических, на самом деле это попечение наших душ. И с 25 по 27 «И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждения, порог на них не приобретут они вам благоволения». Имеется ввиду, из рук иноверцев брать что-то не дозволяется верным. «И сказал Господь Моисею, говоря, когда родится теленок или ягненок или козленок, то семь дней он должен пребывать при матери своей, а от восьмого дня и далее будет благогоден для приношения жертву Господу». То есть нельзя было ягненка взять от матери, как только он родился, потому что это было бы крайней жестокостью, и закон Божий повелевает, что семь дней он должен пребывать у сосцов своей матери. И древние считали, что ягненок получает за эти семь дней столько радости общения с отцами своей матери, что эти блага удивительны. То есть он переживает как бы детство в совершенно полноценном состоянии, и теперь он может стать жертвой, богоугодной Богу. Феодорит Кирский, вопрос тридцать первый. «Почему первородных скотов повелел Бог приносить восьмой день? то есть семь дней они должны были быть при матери? Знал нечестие и чревоугодие некоторых, знал, что если увидят рожденное полным и добровидным, то удержат у себя и принесут другое, поэтому повелел приносить и вскоре по рождению». То есть речь идет о том, что человек мог рассмотреть ягнят и выбрать, как такая пословица есть, «на тебе, Боже, что нам негоже». И это, конечно, неблагочестиво. «Но ни коровы, ни овцы не заколайте в один день с порождением ее». Опять это жестоко и корову, и ее теленка заколоть в один день, овцу и ягненка. «Если приносите Господу жертву благодарение, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от нее до утра. Я Господь». То есть жертвенную пищу ее надо оберегать от повреждения, потому что в условиях жаркого климата, как мы уже говорили, на второй-третий день все это уже портилось. И окончание 22 главы «И соблюдайте заповеди мои, исполняйте их. Я Господь, не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святым среди сынов израильевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь». Субтитры создавал DimaTorzok